Всем привет! Меня все еще зовут Карецкий Сергей и это по-прежнему The Facts. Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет с Землей, если все люди внезапно исчезнут? Что произойдет с ядерными электростанциями и спутниками на орбите? Выживут ли домашние животные, кошки и собаки? Какое время потребуется природе для того, чтобы избавиться от последнего следа присутствия человека? И самый главный вопрос. Исчезновение всех людей. Это хорошо или плохо для нашей планеты? Довольно просто представить себе тихую опустошенную планету с разрушенными домами, покрытыми зеленью. Но на самом деле до того момента, пока небоскребы покроются лианами, пройдет еще очень много времени. Проблема постапокалиптики занимает человечество очень давно. Создано немало книг и фильмов, посвященных возможному будущему планеты и ее обитателей после глобальной катастрофы. Но давайте обо всем по порядку. Жизнь домашних животных зависит от людей, так что им придется приспособиться к новому миру и начать охотиться. Вероятнее всего большинство домашних животных умрет от голода. Но для некоторых все окончится еще печальней. Они станут едой для диких кошек и собак. Большая часть собак и кошек определенных пород не подходят для жизни в дикой природе. Их места займут одичавшие кошки и собаки, смешанных пород и волки. Человек выбрасывает большое количество мусора, который служит едой для крыс и тараканов. Без мусора эти животные вымрут. До того, как растения доберутся до домов и покроют их, многие дома сгорят дотла. Без пожарных достаточно будет, к примеру, одной молнии, попавшей в деревянную крышу, чтобы сжечь не только дом, но и целую деревню или городок. На сегодняшний день на земле очень много домов, сделанных с использованием древесины. И через сто лет их попросту не станет. До несгоревших домов доберутся термиты и разные микроорганизмы. Одно из наиболее катастрофических последствий произойдет спустя месяц после исчезновения людей. К этому времени вода, охлаждающая реакторы на атомных электростанциях, испарится. Это приведет к ядерному взрыву, более сильному, чем аварии на АЭС Чернобыля и Фокусин. И в результате погибнет подавляющее большинство представителей фауны по всей планете. Искусственные космические объекты смогут вращаться на орбите Земли самостоятельно около года. А затем они один за одним начнут падать, украсив небо необычным звездопадом. Растительность захватит когда-то облагороженную территорию спустя 25 лет. А в более засушливой местности города окажутся под грудой песка. Постройки, имеющие металлические детали, простоят не более 300 лет, а потом начнут рушиться. Коррозия не пощадит ни эфиревую башню, ни небоскребы, ни плотины. С уменьшением количества урбанистических конструкций увеличится площадь лесов, полей и водоемов, что позволит активно размножаться животным и птицам. Все сооружения, созданные человеком, полностью исчезнут с лица планеты Земля за несколько тысяч лет. Все атомные электростанции, численность которых составляет около 430, взорвутся. Но последствия от этих взрывов будут не столь ужасающими, как многие могут подумать. Большая часть животных, которых притеснили люди, вернется на прежний уровень, который был до стремительного развития людей. Инвазивные виды, которых люди импортировали и экспортировали, начнут развиваться на своих неродных землях. Возможно, что даже животные, сбежавшие из зоопарков, начнут успешно размножаться на новом месте. Спустя лишь 2-3 недели после нашего исчезновения воздух на Земле станет намного чище, но все же большее количество углекислого газа, который успел накопиться в атмосфере, будет оказывать сильное влияние на окружающую среду еще как минимум тысячу лет. После этого уровень углекислого газа в атмосфере будет нормализироваться, но радиоактивный материал из таких источников, как ядерные электростанции, останется еще на очень продолжительное время. Даже если люди внезапно исчезнут, они оставят после себя нестираемые следы. Останутся горы мусора, химикаты в пластиковых упаковках и некоторые типы резины, которые устойчивы к пищеварительным системам бактерий, которые расщепляют природные полимеры. Весь этот мусор не будет распадаться естественным путем. Мусор из пластика и резины в итоге окажется в океанах и начнет скапливаться слоями. Спустя сотни миллионов лет этот мусор либо пойдет на дно и будет там скапливаться, либо интегрируется в слои горной породы и станет частью геологической ледописи. Стоит отметить, что город Припять является отличным примером того, что будет землей после исчезновения людей. Через очень короткий период времени после Чернобыльской катастрофы этот город оказался заброшенным. Всего за пару десятков лет город сильно изменился. Рухнули крыши многих строений, а также большое количество бетонных конструкций просто провалилось. В этом месте природа показала, как она может восстанавливаться после человека. Ранее многие специалисты считали, что территория города превратится в ядерную пустыню. Но как оказалось, здешняя экосистема быстро процветает. Здесь можно встретить большое количество волков, кабанов и прочих хищников. Египетские пирамиды, Великая Китайская стена и другие монументальные каменные сооружения проживут намного дольше. Через 10 тысяч лет их остатки еще будут напоминать о человеческой цивилизации. Однако спустя 50 миллионов лет некоторые следы присутствия человека на Земле сохранятся. Это пластиковый мусор в изобилии, покрывающий нашу планету, и битое стекло. Лишь через следующие 50 миллионов лет Земля полностью сбросит с себя наследие человечества. Так что берегите Землю, друзья мои. Как видите, она без нас вполне может обойтись, а вот мы без нее вряд ли. Надеюсь, видео вам понравилось. А оно понравилось, правда? Ну правда же, вижу, как ты ставишь лайк, красавчик. И не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok